Пожарная машина В отряд добровольцев в поселке Куйбышево Анатолий Курдюков вступил по зову сердца. На контроле 8 огнеборцев 13 соседних деревень. Сейчас мы выезжаем на поселок, куда поступит звонок от Рыльской пожарной дружины. Мы приезжаем, первые возгорания тушим, мы приезжаем, одна и вторая машина уже с Рыльского района. Выезжаем в деревню Износского на пожары, тушили дома, гаражи тушили, возгорание мусора. Сидеть сложа руки не стал и Александр Будовской. Парень учится на пожарного. Не дожидаясь диплома, ринулся в бой с огнем. Примкнул к добровольцам. Первый раз было, конечно, страшно. Руки тряслись чуть-чуть, но потом мы перебороли свой страх и тушили. Пожары были осмелки. На вызов травы выезжали, трава горела. Конечно, добровольная пожарная охрана не будет лишней помощи. В этом деле пожарная охрана нужна вся. Любая помощь будет идти на пользу. На вооружении пожарных самая современная техника. Например, эта машина. Здесь есть полный комплект диалектических средств, перчатки, коврик, боты и ножницы. Также есть инструменты, минимальный набор, ручной, поваритель с садными инструментами. Лом для вскрытия дверей, комплект для работы с объектами под напряжением. Благодаря такой машине пожар можно потушить за 25 минут. А это небольшое приспособление помогает бороться с огнем на расстоянии 200 метров с помощью пульта управления. В будущем новинки техники появятся и у добровольцев. Добровольцы сегодня поддержку получают и на федеральном, и на оригинальном уровне. Это и соответствующие льготы по налогообложению, соответствующие льготы по протезированию и так далее. Это много льгот, которые определенные федеральным законам, и наш оригинальный закон есть. Если они участвуют в тушении пожара, в доставке добровольца, он обеспечивается питанием на месте проведения данных мероприятий. Значение добровольцев трудно переоценить. Именно они первыми спешат на помощь в самые отдаленные уголки области. Яркий пример – случай в Абаянском районе. Там в одном из сел загорелся жилой дом. Раньше пожарной бригады на место происшествия прибыл Александр Лукьянчиков. В отряде он уже 7 лет. Благодаря его оперативным действиям был спасен мужчина. И такие случаи далеко не редкость. Ольга Еремина, Денис Федорков, телеканал СЕИМ.